С удовольствием представляю нашего гостя Оскар Пенья, главный дизайнер компании «Филипп». Здравствуйте! Наталья Домрычева будет нам помогать сегодня с переводом. Наталья, здравствуйте! Хочется спросить Оскар, как специалист в области дизайна, в области в том числе освещения, как оценивает «Инопром», если здесь, на этой выставке он впервые. Какая твоя впечатляет о том, что «Инопром» и если это ваша первая разница в России в Екатеринбурге? Да, спасибо. Это моя первая разница в Екатеринбурге. Я очень впечатляю, что я видел в области дизайна, лампы, инструменты, лазерных, паттин, всяческие прорезы. Это очень впечатляет, что в этом мире есть другие места, где вещи сделаны. Я очень люблю это. Я очень интересен в создании вещей. Мне нравится, когда я окружен с людьми, которые сделаны, пытаются создавать, пытаются инновировать и пытаются сделать лучше для всех нас. На самом деле, то, что я увидела здесь в рамках выставки «Инопром» произвело на меня огромнейшее впечатление и производит на меня огромное впечатление. Я уже посмотрела и видела несколько образцов и поездов для метро, и трамваев. И видела специальную продукцию именно в отрасли освещения, которые меня очень впечатлили. Я вижу, что здесь продолжены огромные усилия в плане и креативности. И Оскар говорит, что на него это очень произвело сильное впечатление. И он заметил, что… Секция промышленного дизайна традиционно здесь, на «Инопроме», вообще одна из самых популярных и одна из самых интересных. Потому что, как правило, именно с Оскаром, его коллегами, идут разговоры о будущем. И как дизайнера хочется спросить его. Есть такое мнение, во всяком случае оно существовало несколько лет назад, что наши разработчики немножко отстают в плане дизайна. И, может быть, есть свежие идеи и действительно яркие инновации, но вот с дизайном как-то у нас, в общем, наше слабое место. Актуально ли это? Вы знаете, это индустриальный дизайн, и это один из самых интересных и важных тем, для глобального мира. И, может быть, в России есть инновации, и, может быть, в России есть инновации, и дизайнеры, они очень креативные. Но, как и для идеи, какие-то креативные идеи в дизайне, они не очень хороши, что они не потеряны для остального мира, в связи с дизайном. Я не уверен, что они действительно находятся в дизайне. Дизайне, в общем, в целом, в целом, я могу сказать, что это довольно новая профессия. Я думаю, что это более важно, чтобы посмотреть, как мы должны работать, не только инженеры, но и дизайне, мы должны работать вместе, чтобы быть, чтобы инновировать и создать более вещи. Я думаю, что креативность, мы имеем в виду, я уверен, что у нас есть много креативных, что важно, что дизайне профессионалы тоже participate в том, чтобы дизайне и дизайне и дизайне для этого креативного. Это важно, что дизайне, очень хорошо participate и, знаете, чем больше ты делаешь, тем лучше ты получаешь. Ну, я не считаю, что, в общем-то, российские специалисты в отрасли дизайна, они в чем-то уступают своим коллегам на Западе или в других частях света. Дело в том, что вообще дизайн, он на многом базируется на взаимодействии как отдела маркетинга, специалистов по маркетингу, так и технических специалистов. И, во всей видимости, замечаю, что в России существуют и достаточно инновационные, интересные креативные идеи, которые реализуются. И, по сути дела, Оскар говорит о том, что необходимо чем работать больше, просто-напросто предлагать больше усилий и работать, и, соответственно, чем больше работаешь, тем лучше результат в конечном итоге. Я думаю, я думаю, что в России это всегда была хорошая традиция и, по-моему, это важно, что мы должны понимать, что компания понимать, и также компания инвестируй с дизайнами для того, чтобы работать с новыми продуктами. Но я думаю, что у нас есть традиционная традиция с дизайнами много лет назад. Дизайн было практикуем в России. Я могу сказать, что мой первый босс, когда я работал в США, был русский с дизайнами из Санкт-Петербурга, чтобы он был в дизайнерской школе. Так что школы существуют и дисциплина существует. Я думаю, что мы не видим, что индустрии инкорпорируют дизайн в развитие инноваций или продукты или сервисы. Ну, хочу сказать, что, собственно, в России, насколько мне известно, в России есть определенная школа в отрасли дизайна. И, например, мой первый руководитель, у которого я работал в Соединенных Штатах, он был русским. И у него, в общем-то, это была прекрасная школа дизайна для меня. И, скорее всего, компании должны делать акцент на том, чтобы как можно больше привлекать молодых специалистов, чтобы давать им возможность практиковаться и достигать хороших результатов. И, в общем-то, именно компании должны делать акцент на том, чтобы внедрять именно дизайнерские идеи в производство. Таким образом можно достичь хорошего результата. Дизайнеров здесь на Инопроме очень часто воспринимают как футурологов и, безусловно, спрашивают о будущем. Хочется спросить и попросить вас приоткрыть вот такую завесу тайны нашего завтра. Поделитесь, расскажите, какие гаджеты на пороге внедрения, чем мы будем пользоваться лет через десять, как изменится окружающий нас мир? Вот, в России, в России, в России, в России, визуально виды футурологов, которые выясняли проще и поделиться на новом гаджетах что мы будем использовать в следующем году? Это правда. Один из самых важных сил для разработчиков, мы называем, что мы называем, что мы называем будущим. И я очень верю, что в будущем мы сделаем. В будущем не приходит от неба. В будущем мы сделаем. И это очень важно, чтобы мы, как разработчики, занимаются очень четвертой роль. Мы хотим быть партиципантом или предпринимателем? Я всегда говорю для себя и для моих студентов, что это нужно сделать смысл и для людей. Вы совершенно правы, на самом деле. Дизайнеры – это своего рода федерологи. Это люди, которые предсказывают будущее. И я, общаясь со своими студентами, очень часто говорю, о кем вы хотите стать? Вы хотите стать людьми, которые сидят и ждут, когда это будущее настанет? Или вы хотите быть людьми, которые формируют это? Это будущее. Так вот, я именно сторонник вот этого второго подхода. И что происходит сейчас, по всей видимости, происходит такое усложнение структуры. Происходит взаимодействие как в отрасли дизайна с транспортной, с логистикой, с производством. И, по всей видимости, вот это взаимодействие, оно будет расширяться, оно будет расти. И именно на этом взаимодействии и основывается наше будущее.